Всем привет! Только я собралась снимать видео и у нас на улице что-то стали, то ли это какая-то уборочная машина, то ли что-то дробят настройки, не знаю. Но подняла микрофон поближе, надеюсь вам это не будет мешать. Мне это, конечно, мешает сильно. Я снова без тона, потому что хочу вам показать сегодня еще один тональный и еще один я заказала. И еще один планирую заказать сегодня. Просто будут видео о тональных. Ну, я знаю, их любят много людей, поэтому хочется мне иметь... У меня очень много тональных основ, я не знаю, зачем я их заказываю, но я хочу обладать ими всеми. Я очень хочу, чтобы они у меня все были красивые передо мной. Сегодня речь пойдет о кушоним корейской марки Су-37. Эта марка у меня впервые, мне хотелось обязательно что-нибудь попробовать из нее. Еще у меня есть одна марка, которую я хочу попробовать. Я не помню, как она называется, что-то, что-то, History, вот ее. Но там я хочу попробовать умывание, очищение, вот мне очень интересно. Но хочу заказать в маленьком размере, вообще было бы неплохо пробнички, но я везде вижу только уход. Почему пробнички? Потому что корейский уход, все, что у меня было, мне, чистая Корея, я имею в виду, мне ничего не подходило. И я хочу попробовать именно гидрофильное масло, например. Но гидрофильное масло корейское я тоже люблю меньше, чем японское и европейское, поэтому хочу миниатюры. Если понравится, куплю, конечно, полный размер. Ну и плюс мне еще упаковка не очень нравится, вот эти все выкрутасы какие-то непонятные. Мне они, кажется, не выглядят достойно. Это примерно то же самое, что у Джилл Стюарт. Это как будто показная роскошь. Все такое легкое, мне это не очень нравится. Ну давайте перейдем к кушону. Скажу вам, что мне понравилось. Как и все кушоны. Я вообще не помню на своей памяти ни одного плохого кушона. Они все красивые, прекрасное покрытие, в основном влажное. А здесь, кстати, не влажное, но и не матовое. Это золотая середина, как я называю. Мне очень нравится такое покрытие, сияние изнутри. Но сейчас мы вместе с вами это проверим. У меня оттенок номер один. Давайте я открою. Посмотрите так, заполнена коробочка до конца. Почему? Потому что здесь аж целых две запаски. И причем они красивые. Вот, посмотрите какие. То есть, когда у вас закончится кушон, который здесь, можно поменять. И будет еще три новых кушона. Это очень хорошо и цена очень приятная. Стоит где-то около пяти тысяч. То есть, три кушона за пять тысяч. Ну, это отлично. Почти считайте, что масс-маркет. Вот такой он красивый. Смотрите на оформление. Верхний слой, он ребристый. Вот, можно услышать его. Негладкая поверхность. Открываем. Немножко не поняла вот с этим, то ли это зеркало, то ли просто такая зеркальная поверхность, потому что там себя разглядеть невозможно. Это очень мутно. Но я никогда не пользуюсь зеркалами вот в кушонах, потому что я всегда пользуюсь кушоном дома и никогда не беру его с собой, чтобы подправить макияж. Поэтому мне это не важно. Если вам важно, учтите. Здесь ничего не увидите. Тут муть. Затем. Вот такой спонж. Очень спонж напоминает, конечно, Amore Pacific. Как я понимаю, концерн. Потому что там много есть дочерних предприятий. Или даже это не дочерние, наверное, внутри этого концерна. Другие бренды. Как Шоссейда примерно вот такой. И мне кажется, что это их точка. Потому что точно такой же синий спонж и Amore Pacific кушона. Кстати, он тоже очень мне нравился. Ну и сейчас нравится, просто его нет у меня. Рассмотрим его дальше. Посмотрите. Вот здесь защитная бумага. Снимаем. И открывается перед нами для кушона несвойственное что-то. Это железный тонкий лист с отверстиями. Нажимаем двумя пальчиками вот так. И видим такой красивый рисунок. То есть вот через эти отверстия появляется тональная основа. Очень все это выглядит симпатично. Но есть такое понятие, как кастаминация. И здесь не только взаимодействуют с тональным наш спонж, но и пальцы. Это мне не нравится вообще. Я часто мою спонж. Но многие не любят именно из-за этого. Потому что быстро-быстро на работу положили. То есть там уже идет процесс. Бактерии друг с другом соединяются. А тут еще и ваши пальцы добавляются. Ну, хорошего, приятного мало. Но это единственный недостаток. В принципе, я хотела именно такой. Потому что у меня всегда обычные кушоны. Такие, к которым мы все привыкли. А мне хотелось интересный какой-то кушон попробовать. И вот он у меня есть. Появился он мне совершенно внезапно. Я увидела, захотела. И мне его через полчаса, наверное, доставили. Просто сделали подарок. Так, делюсь с вами. Мне это было приятно очень. В смысле, не магазин. Не думайте. А то сейчас подумайте, что мне подарили. Я тут хвалю. Не магазин. Добрые люди. После использования, должна вам сказать, я всегда беру ватный диск и протираю. Мне не нравится, когда он такой некрасивый. И, честно сказать, даже до конца он как-то не протирается. Потому что на этой железке остаются следы. Вот от протирания даже. Ну, наверное, и смысла нет. Постоянно, постоянно протирать. И, наверное, через эти дырочки может попасть вата или пыль. Ну, в общем, это не очень хорошо. Даже протирать, наверное, лучше не нужно. Ну, да ладно. Приступим к самому нанесению. Вот так. Волосы. И приступаем. Я специально не включила свет, потому что не хочу смущать вас блеском своего лица. Но я покажу, какой. Чтобы потом я включу свет, когда уже нанесу кушон. Будем разницу искать. Вот. А мне лаприри. Я уже это говорила. Дает вот такой вот блеск. Но не всегда и не всем. Если у вас ухоженная кожа, то будет. Выключим. Просто здесь более естественно. Вот блеск, конечно же, есть. Но без ламп. Вот так это получается. Вчера, вы знаете, я пошла без тонального крема вообще. Потому что маска, очки. Думаю, да зачем он вообще нужен. Чувствовала себя нормально в плане того, что не переживала, что у меня страшная кожа. Если вдруг на меня кто-то посмотрит вблизи. Но переживала за другое. Мне всегда казалось, что моя кожа не защищена. То есть тональный крем все-таки создает защитный слой. Пришла домой, умылась. Потому что мне совсем не нравилось, что на мне пыль. Я этого не ощущала. Но все равно мне казалось, вдруг на мне пыль. Очень, конечно, красивый оттенок. У меня 0,1 оттенок. Это оттенок не уходящий в желтизду. Не дающий розовинки. Абсолютно красивый, бежевый, нейтральный оттенок. Вот такими движениями, вбивающими, наносим тональный. Заранее скажу, потому что одна девушка мне написала. А что если спонжиком нажимать? Спонжиком нажимать не очень получается. Потому что, когда я жму, я закрываю эти дырочки. И ничего не появляется на поверхности. Но можно, правда, так. Вот так вот сверху нажать. Низ только появится. Тоже можно даже. Мне кажется, здесь две запаски. Потому что очень быстро заканчивается тональный расход большой. Но вот заметно, что он все-таки светлее чуть, чем моя шея. И на шею, поэтому придется тоже вот так вот довести. Так, ну давайте включу свет. Посмотрим. Ну вот так как-то это выглядит. Но не думайте, что это так ярко. Потому что, когда я иду по улице, конечно, такого света нет. Поэтому я лучше выключу. Ну вот. В эту сторону больше повернусь. Потому что у меня здесь свет. Вот так. И идеально слился еще с моим консилером. А консилер у меня Бэка. Я уже его показывала раз в сто. Я его просто обожаю. На губах у меня, кстати, ламер. Это такой блеск, бальзам, увеличитель для губ. Если вы помните. Вообще о нем забыла и нанесла второй раз его. Вообще просто забыла, что у меня он существует. Хотя он тут лежит перед глазами. Я люблю на лето такие блески. Потому что он не липкий. И он дает холодок. Еще я вам хотела показать, что внутри запасок. Вот. Дополнительный спонж и сам кушон. Он пластмассовый. И можно пользоваться даже отдельно. Я знаю, что такие продаются. Отдельно в пластике вот такие кушоны. Я думаю, что это отличный вариант для знакомства. Я как-то тоже покупала. От Миши был кушон именно вот такой. И еще у меня был, кажется, и в Сен-Лоран. Ну, прекрасно, приятно пользоваться. Вот тоже симпатичный пластик. Ничего страшного там нет. Я не люблю их эти спонжи. Грязные уже. Спасибо той девушке, которая мне посоветовала мылом Сейфгард. Отбеливающим мылом Сейфгард. Мыть эти спонжи. Очень хорошо помогает. Сразу очищается. Другими не получается очистить. Он еще достаточно стойкий такой кушон. Вот скажу, что еще. А еще я вам хочу сказать про фильм. Многие девушки мне написали, что за фильм, который я имела в виду. Который на меня так повлиял. Знаете, что я о нем хочу сказать? Во-первых, я не помню название. Вообще. Если бы я помнила, я, конечно же, обязательно сказала бы. Не стала вас мучить и говорить, какой это фильм был. Я его смотрела только один раз. Я была, я не знаю, сколько мне было лет. Может быть, лет 12, может быть, 14. Ну, такой промежуток. Единственное, что я помню. Какое-то революционное время. Вот я даже не могу вам сказать, в каком месте это происходило. Россия это была или, мне почему-то кажется, Франция. Это революционеры захватили дома богатых, буржуев. И вот они там жили. Такое было. Все мы помним это из курса истории. И вот там, в этом буржуйском доме, жила такая женщина. Ну, тогда она мне казалась женщиной. Я сейчас даже не знаю, сколько ей лет. Боже, там лет 30 была, мне казалось. Там тетенька такая. Жили у нее молодые революционеры. Парень с девушкой или муж и жена. Я не знаю, кто они были. И парень вроде бы такой правильный революционер. Я имею в виду по этой части правильный. И влюбился вот в эту женщину. Потому что она нравилась ему своей красотой, ухоженностью. Он подглядывал за ней в ванной. Такие вот отрывки всего лишь. Помню, что он подглядывал. Помню, что она была в ванной, принимала ванную. И эта девушка села, она ее позвала, что ли, не помню. Она села к ней в ванную. Та стала ей расчесывать волосы. Спросила, сколько раз ты моешь волосы. Она сказала, что ли, раз в месяц. Та сказала, что она каждый день. Вот эти вот такие фразы. Конечно, я такой девочкой, когда была, я подумала, вот такая женщина ухоженная. Даже вот этот вот правильный парень влюбился именно в нее. Потому что она такая красивая, ухоженная. Понимаете, это такие вещи, когда поздно говорить, например, что ему нравится фильм «Пролетая над гнездом кукушки», он, скорее всего, не говорит даже об этом фильме, как о шедевре какого-то кинематографа. Он говорит это о том, что на него это произвело такое сильное впечатление. Он услышал эти слова. Я хотя бы попытался. А я услышала в этом фильме вот эти слова. Даже боюсь пересматривать, найти его. Потому что думаю, а вдруг он как-то перечеркнет, что ли, эти мои воспоминания. И на меня уже не произведет это такое впечатление. Конечно, даже ей не произведет. Вот те воспоминания, пусть они вот такими останутся. Потому что это в меня так сильно вошло с тех пор. И не отпускает до сих пор. Помню еще конец этого фильма. Эта девушка через какое-то время встретилась вот с этой женщиной. И она сказала, что они вроде бы поженились. Она сказала, что все равно он любил только вас. Я это знаю или чувствую, ну что-то такое. И тут тоже я подумала, так, ну вот таких любят женщин. Вот все, что я могу рассказать об этом фильме. А, еще. Я же забыла показать. Ну что же такое. Ну я сейчас ухожу в магазин. Приду и сниму еще одно видео про покупки. Надеюсь, я что-то куплю. И хочу вам еще показать вот такую книжечку. Это пробники помад от Шарлотты Тилбери. Вот здесь одна помада, которую я очень хотела попробовать. Называется она Пилоток. Я в следующем видео ее накрашу, скорее всего. И поговорим немножко об этих помадах тоже. И еще хочу показать вам один крем. Тоже мне дали пробничек. Кажется, он называется Геволь. Это немецкий крем для ног. Еще есть для рук. Я обязательно себе его закажу. Когда-то мне моя подписчица прислала в директ инстаграма. Она сказала, что вот этот крем очень хороший. Я его искала, не могла найти. А теперь вот у меня есть пробничек. Я обязательно его куплю. Мне он понравился очень сильно. Очень приятная тающая текстура. Два крема у меня было. Один маме отдала. По поводу того, что там есть какие-то еще кремы, которые от потливости, по-моему, ног. Ну, в общем, там очень много всяких кремов. Я ими не интересовалась. Ну, просто как уход за сухой кожей ног. Мне очень понравился. Впитывается сразу никакой жирной пленки. Вы знаете, обычно, как бывает, пойдешь на педикюр, например, ну, и просто дома нанесешь крем на ноги. Потом наденешь обувь, и у тебя выскакивает просто нога вперед, как у волка в мультике. Ну, погоди. В общем, это мне не нравится. Вот с этим кремом, мне кажется, такого не будет, потому что он сразу впитывается. И такая приятная, просто гладкая кожа ног. Ну, все, что я вам хотела сегодня сказать, я сказала. Я с вами прощаюсь. Следующее видео будет о покупках. Очень надеюсь на это. Всем пока-пока.